Всем привет! Сегодня я хочу попытаться ответить на вопрос, можно ли выращивать котлею в пеноплексе. То есть это совершенно новый материал. Материал не новый, но как бы для выращивания орхидеи это новый материал в какой-то степени. И поэтому я вот хочу показать. У меня есть предыдущее видео по поводу выращивания этой орхидеи котлея. Видео было снято 2 месяца назад. Я была вынуждена пересадить котлею из керамзита, в чем она у меня сидела, и сверху там была добавлена перлитом, из-за того, что у нее постоянно гнили корни. То есть орхидея выращивала корни, и они постоянно гнили. Вот там вот, я так осторожненько поверну, вот так вот сейчас, вот там вот хорошо в глубине видно ниточки. Это то, что осталось от тех сгнивших корней, которые были при пересадке уже, и которые, ну я их просто не отрезала, а так оставила уже, как оно есть. Значит, когда я ее пересаживала, это, ну вот в том видео, то есть я буду все время ссылаться на то видео, потому что я все время хочу рассказать в сравнении, как вот отличается и как изменилась котлея за 2 месяца от того, с того момента, как она была пересажена. В том видео было видно, у нее было три таких корня, которые оставались уже у нее от всего того, что она пыталась вырастить. И я ее садила в горшочек. Кстати, я ее в горшочек садила меньший, это я вот ее буквально несколько дней назад пересадила в больший горшочек. Я решила, что ей нужно больше пространства. Вот, что орхидея отрастила за 2 месяца. Вот, хорошо можно видеть один корешок, второй корешок она отрастила, замечательные такие, вот вы видите, свеженькие такие, сочные корешки. Вот этим корешком она присвоила 2 кубика, или один тут кубик, она отдавать его не хочет. Там вот в глубине видно корешок такой светлый. Вот видно корешок, новенький такой. Еще один корешок, совершенно новенький. А это вот из тех, из старых корней. Сейчас я так поверну, покажу. То есть вот два таких старых корня, они проходят вниз горшочка. Вот даже еще видно, она их держит вместе с керамзитом, который она присвоила в свое время. И вот они там достают до донышка. И орхидея у меня все время находится в таком состоянии, что вот так вот буквально немножечко водички имеется. То есть она как бы стоит на таких, на мокрых пяточках. И я ее еще брызгаю сверху. И вот еще, что хорошо видно. Видно вот этот вот, сейчас я возьму палочку. Видно вот этот вот ростик. На предыдущем видео он был значительно меньше, чем вот этот росточек. И вот буквально за два месяца орхидея его так вот хорошо отрастила. То есть это уже как бы похоже не просто там на какой-то там листики какие-то, а похоже на такой хороший, хороший ростик. Ну поскольку у нас сейчас осень, дело идет к зиме. Я так заметила, что она его притормозила. Но я надеюсь, что уже с июня месяца у нас начнет прибавляться день. И орхидея начнет дальше как бы развивать себя и отращивать еще новые ростики и новые корни. Вот что я могу сказать за эти два месяца орхидеи и пеноплексы. Могу только сказать, я за. Я за, я полностью за. И я прихожу к выводу вот на данный момент, что котлею вполне можно выращивать в пеноплексе. То есть орхидея получает хорошее освещение корням. Орхидея получает достаточно воздуха корням, света корням. Она не как бы угнетается тем, что на нее что-то давит и ей там проблемно куда-то дальше расти. То есть вот я могу сказать, что я полностью за то, что можно котлею выращивать в пеноплексе. Она, конечно, вот так вот не висит в воздухе, как вы можете подумать. А она сверху у нее засыпана. Это я просто убрала кубики пеноплекса для того, чтобы лучше вам показать. Сейчас я их верну на место и покажу вам вот в каком она находится в состоянии, посаженная в горшочек. Вот так котлея выглядит, как она сидит в горшочке. Ну, может складывается такое впечатление, что она там зарыта в эти кубики. Это просто впечатление. Это потому, что эти кубики прикрывают вот эти корешки, которые вы видели, для того, чтобы они так как бы и не пересыхали с одной стороны, а с другой стороны под этими кубиками как бы бывает еще и влага. Вот я ее обрызгиваю. Не знаю, кто там говорит, что нельзя обрызгать на листья. На листья попадает мне и ничего. Котлея себя чувствует нормально. То есть вот я могу полностью рекомендовать, полностью рекомендовать посадить котлею в пеноплекс. Вот здесь вот видно, она стоит в таком как бы импровизированном у меня кашпо. Такой стаканчик из-под йогурта. И вот так вот достает водичка. Вот буквально вот там вот корешок, он лежит над ней. И вот так вот там где-то чуть-чуть, чуть-чуть достает водичка, чтобы ей орхидея, тут, кстати, она испаряется водичка. И, в общем, орхидея получает свою влагу, но в то же время она очень хорошо проветривается. Это ничего там не застаивается. Этот пеноплекс невесомый такой. В общем, орхидея чувствует себя замечательно. То есть вот я рекомендую, кто хочет попробовать посадить свою котлею, пожалуйста, посадите, и вы увидите, что результат превзойдет все ваши ожидания. Ну, а пока, кто еще не подписался на мой канал про орхидеи и всякое такое разное, подписывайтесь, нажимайте там под видео на красный квадратик, потом на колокольчик. Оставайтесь тут с нами, со всеми, и будем с вами изучать, как ухаживать за котлеями в новом грунте, что у нас тут делается в Новой Зеландии, и вообще про всякое разное. А пока, всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok